всех приветствую уважаемые зрители сегодня мы приехали снова талии на место ведающей матери так четверг мы тут были позавчера сегодня суббота 16 сентября мультиметр к сожалению я забыл прошлый раз но мы тут прогулялись и вот первую буквально там 100 200 метров мы шли нам было тяжело по новой тропинке вот по этой вот появилась она на кадре потом мы не заметили как нам стало хорошо ушли довольно далеко и на обратном пути уже шли думали оказывается мы до такой степени в отличном состоянии что нам хотелось даже вот в этом ручье искупаться вот такие вот дела но сегодня конечно же я не забыл мультиметр потому что хочется посмотреть все таки я понимаю что время совсем ничего прошло буквально то сколько шесть дней до после того как я тут походил шунгитом все это дело постарался облагородить тут у нас видать когда много дождей идет бурный поток и даже вот с правой стороны тоже самое похоже но в данный момент тут как бы сухо знать когда не хватает места с левой стороны значит и справа и течет и мы сегодня пойдем вдоль вот этого ручья слева у нас данный момент далековато и высоко горная дорога скале вырубленная но туда выше мы к ней подойдем в общем новая тропинка новый маршрут и там еще дальше будет новая мы даже туда не пошли в прошлый раз оставили это на сегодня в общем по поводу шунгита это все классно это здорово но пора немножко переходить в другое русло понимание приходит потихоньку потом я еще тут как бы и сам к этому шел с другом пообщался поговорили мы хорошо я даже не знал что я так долго могу по телефону говорить часа три наверно болтали просто обалдеть ну когда общий интерес общая тема тут как бы очень много информации мы все даже и не договорили не все но надо переходить от шунгита уже к творчеству если вы творец в какой-то момент это понимаете то надо что-то пробовать если понимаете что получается ну в принципе вот сегодня прекрасная погода хотя гидром и центр нам обещал дождь дождя нету и что самое интересное уже 11 час минут 20 11 и ни одного химтрейла нету представляете как хорошо сегодня ладно сейчас мы покажем вам что-нибудь интересненькое и не помню где что было ну сейчас мы найдем потому что все равно поэтому маршруту прошлись немного но сейчас пока еще я чувствую немножко тяжесть то есть практически начало пути посмотрим как это дальше будет сегодня будем уже за этим наблюдать тут глыбы кругом мы идем потихоньку вперед ну как бы тут очень хорошо скалы по крайней мере с одной стороны с другой стороны мы их не видим из-за деревьев хотя с другой стороны там повыше тут бы нам пригодился бы конечно квадрокоптер но посмотрим может быть что-нибудь мы и с ним придумаем и тут у нас мостик впереди переходим на другую сторону все завалено глыбами ну видя и передает я сейчас как бы мы в теньки я вижу по монитору что размеров конечно этих глыб не понять на самом деле они довольно есть очень огромные ну вот или а впереди идет михаил сегодня не захотел опять вот никак они у меня вместе не соберутся сегодня селье то с одним езду то с другим ну как бы мне хорошо я один не езжу ну как бы редко сейчас езжу один ну и вот так мы будем петлять по мостикам на одну на другую сторону тут где-то у нас был еще фонтанчик такой красивый впереди интересные блоки есть конечно очень похожи на такие очень даже прямоугольные вот сейчас я на мониторе почему-то не вижу его где он блин вообще ничего не вижу надо откидить сейчас одену тут лавочки по бокам право скала ну вот например тут водой вымола такую кусок скалы огромный и тут такой маленький перекатистый водопадик очень красивый там еще будут водопадики покажем их тут у нас справа немного скала ну такая не очень большая можно все впереди глыба торчит из земли такая довольно крупненькая так скажем так где-то у нас еще интересный красивый водопадик был сейчас мы его найдем покажу ну вот все по моему у меня уже включилась вот это вот чувство что я не чувствую нагрузки на подъем идем очень сильно приличный такой подъем на видео конечно же этого не видно ну как бы мне хорошо я иду вроде как просто гуляю но отдышка есть естественно немного не умеющим фонтанчик ну вот к этому камушку я только что спускался вы понимаете сравнение со мной каких он размеров и с другой стороны такая скала красивая кстати друзья мой канал начался у меня был такой порыв поделиться с людьми что неизлечимую болезнь как токсоартроз можно как бы но если не вылечить то избавиться от этой проблемы и как вы видите я то на пяти пальцах на скалу залез то тут скакаю по скалам и по разным высоким тропинкам и семнадцатом году еще пригрозили меня прооперировать очень быстро говорят надо вот вот уже скоро прям прошло уже шесть лет седьмой год идет я тут блин спать не мог ни на левом ни на правом боку потому что больно было а теперь по горам по скалам ну это информацию неизлечимости болезни красиво корни за обмылись осыпались такой вид прикольный не знаю как это будет на видео очень прикольно так прям у как в сказку попал дерево правда сломалась там видать штормовым ветром его наверно обломала ну я так понимаю не знаю что за дерево как бы немного на осину похоже но видать непрочное дерево скорее всего ухьем куда я забрался много веток и камней это скала а против сейчас отсюда видно не идеально но вполне прилично видно все идем потихоньку вперед тут у нас впереди лавочка ну допустим представьте себе выпаду стали краски присели ну там бабушки дедушки гуляют ну как бы я тоже уже дедушка но еще как бы не чувствую себя до такой степени дедушкой чтобы через каждый там пол километра на то и меньше присаживаться так а тут у нас что за спуск куда он идет сейчас посмотрим а вспомнил тут же у нас такой фонтанчик красивый и тут сделали спуск и ступенек лавочку опять же тут можно посидеть и насладиться шуршанием водички как классно а представьте теперь что это квадрокоптер летит а фонтаны воду наступил а фонтаны такие огромные 133 145 в 155 в 1536 30 30 33 30 33 33 ну друзья мне понравилось классно такое журчание кстати прошлый раз я водичку тут попробовал а потом взял с бутылки водичку но не в этом туда выше я пробовал взял с бутылки водичку и после этой воды хребнул ну как бы разница я вам скажу очень серьезная большая разница по вкусу поэтому конечно понимаю что мы пьем городе не очень хорошую воду а тут она уже кислородом наполнена эта водичка вот такие миниатюрные водопаянчики есть вообще ну включайте немножко воображения представьте что они очень большие очень красиво я вам скажу смотрите смотрите пользуется моментом моется чистой прозрачной горной водой пузо не показывай куда пузо покупайся вот тут скалы напротив водопада вот этого над водопадом вернее с той стороны сейчас я попробую приблизить очки отдел потому что на мониторе ну как бы телефон небольшой очень плохо видно я не знаю вообще чё с ним случилось почему входы перестал записывать раньше так хорошо входы записывал но это современная техника это к слову одноразовая чуть больше трех лет погоняла эту камеру и все она сдохла входы теперь пользуюсь ультра ходы ну как бы некоторые выглядят напоминают блоки красота друзья неописуемое состояние такое ну как в объяснить спокойствие как описать состояние я тоже не знаю ну в общем умиротворение такое так здорово просто обалдеть я думаю каждый наверное хочет оказаться ну или по крайней мере многие в таком месте а вот на их дороге подошли уже близко вот на той стороне видно сейчас я одену очки и приближу где ёпо вот ограждение ну я сразу скажу что если вы живете далеко и на скажем на день приехать сюда ну вы тут практически ничего не увидите кроме самого места ведущей матери и скажем так канатной дороге и 2 горы по канатной дороге можете прокатиться я тут живу недалеко у меня максимум полчаса занимает дорога где-то 25 30 минут и и сюда езжу уже как на работу не нравится тут очень и скажу что я для себя каждый раз открываю какие-то новые тропинки я попробовал поискать в интернете конечно же какую нормальную карту но сразу вам скажу нету нормальной карты они все разнобой это надо самому сесть их собрать в кучу и сложить одну хорошую я не знаю почему этим никто не занимается должна быть такая по идее карта не понимаю на это время тоже много уйдет справа у нас уже появляется огромная скала между этих скал мы проходили среди последний раз когда были когда прыгали по этим серпантином вверх-вниз сейчас ее покажу тут еще деревья немного мешают этот мостик опять у нас на ту сторону а вот она скала тут мы между скал проходили вот туристы нас обогнали уже даже но они видеосъемку не делают поэтому у них быстрая дорога у нас как бы не получается очень быстро где-то в общем там сверху мы проходили сейчас если увижу это ограждение металлическое покажу вот я увидел ограждение сейчас попробую приблизить там даже люди стоят ну как я уже сказал сегодня суббота мы уже довольно далеко ушли а тут вот следы гранит явно вот сверлены и отколот и я даже не представляю как отсюда можно было его вывозить ну если были летательные аппараты о которых мы ничего не знаем тут вы мало такие огромные скалы что просто ой ой да там напротив скала очень интересная нам выглядит прям как блок где она сейчас я очки одену вот так лучше видно приближаем а где потерял опять ее мое вот это что ли но она на солнце плохо видно вот это все блестит но этот у нас впереди но если я сдалека покажу будет понятно он такой маленький водопадик теперь я подойду к нему и покажу вблизи ну и вроде как бы квадрокоптер летает над огромным водопадом мы уже все практически удар под дорога идем вот тут сверху вот видно ограждение дорога буквально нескольких метрах тут уже обложенного так камнем чтобы туда к дороге не размывало когда бывают бурные потоки и мы тут так петляем то на одну сторону то на другую сторону и вот так вот до самой дороги вот этой которая у нас слева проходит дощечки конечно тут бы не помешало многие поменять уже что-то никто этим не запаривается многие сгнили за спиной у меня машины носят проносятся где-то мы уже скоро подойдем к этой совсем давно смысле даже выйдем на эту дорогу там впереди у нас опять мостик и опять на ту сторону и вот так вот туда-обратно мы гуляем да друзья пока не забыл рассказать мой последний раз с михаилом ездили в ляпци к наскокам но это урок для меня таким наскоком как бы не очень хорошо надо выбирать конкретную цель и конкретную цель ехать а вот так мы то хотели это хотели в принципе чуть-чуть совсем успели ну и когда парковки подходили михаил говорит а я ему сделал такую же пульку покрытую серебром и он такой не будет саня я ее потрогал она прям прохладненькая ну там что мы успели сняли практически ничего не сняли можно сказать потому что ну как я сказал туда наскоками не пойдет надо на весь день с утра и до вечера то есть у нашего сопровоздающего было ограниченное время поэтому как бы что успели то успели ну вот такие результаты вот у михаила я снова стал пульку на цепочки носить потому что больше у меня там результатов не было смысле вот по пощипыванию там по жжению или по как укус кусает легонечко я дел цепочку и у меня опять это происходит я еще правда не разобрался что мне ждать от этого может быть как раз вот этих всплесков давления когда они у меня происходит надо как-то это дело засекать даже записывать какую-то себе составить такой план ну вот мы все у дороги прям хоп машина проехала рядом вот еще одна в общем вот такие пироги ну буду разбираться потихоньку надеюсь со временем пойму о чем не говорит пулька таким образом покусывая меня легкими такими нежными покусываниями через цепочку посмотрим в общем мостик у нас опять на ту сторону уходит ладно идем дальше кто-то прям тут припарковался ну тут уже дорога уходит направо это уже не просто мостик это автомобильный мостик такой у нас дальше маршрут пойдет мы там по тропинке сейчас мы тут покажем скалы вот автомобили тут стоят несмотря они близко к скалам все равно боятся что камушек не упал на машину представляете с такой высоты грохнется камушек на автомобиль чё с ним будет а тут какие-то занятия проходят эти медики скорая помощь тренируют нам кушетки мушетки стоят машины ладно пускай учатся но мы их пройдем мимо и там покажем хотя можно даже здесь покажем что тут правда прошлый раз не смотрел я на следующий смотрел ну такие высокие скалы где-то местами но они прям слишком ровные такие вот прям сбоку сейчас подойду посмотреть не самому интересно до какой степени они ровные тут правда дерево мешает ну чуть-чуть чуть-чуть есть выпухлость а вот на верхнюю я не поеду не по смысле не полезу не поеду потому что тут слишком так можно скатиться запросто обувь как бы у меня не предназначена для таких вещей по горам по скалам лазить а не нашел похоже тут все-таки выбирали но как вот эти трещины такие ровные образовываются это интересно вот тут трещина вот самого низу туда вверх идет но как бы она там разная получается в несколько раз расходятся но тут тоже есть вот нашел и этот след бурение когда это бурили тем бурили когда откололи сейчас мы еще следующую покажем быстренько не стал и мешать тут арстахильфы но это как первая помощь проводят занятия тут альпинисты у нас и вот таких следов я вижу ну как бы не очень много но прилично вот бурение тут огромная глыба свисает так у нее еще срез вот такой наискосок и как бы в любой момент и так понимаю может упасть поэтому тут близко и не паркуются а а а вот тут кто-то на дерево башмаки закинул наверное устал не ходить надоели размотал и в чул туда вот илья у нас уже стартанул по зигзаг за загад разной тропинке туда она так обложена неплохо ну в общем понимаю у нас подъем пошел тот там увидел быстрее ящерицу увидел или я большую ни фига у меня скорость ух ты какая я видел уже такую мы с мишка мы с мишкой ходили мы видели такую куда пошла что и покажись на видят нет все ушла к сожалению но вы видели как человек которого надо было уже вот-вот прооперировать скачет вот по таким ступенькам ну я надеюсь это так и продолжится дальше так давление надо разобраться ладно будем разбираться тут у нас опять такая впадина или выборка но тут как бы уже высоковато ну хотя вниз можно было скидывать деревьями правда заросло все плохо видно очень высоко он там но не факт может тут не было выборки потому что тут как-то оставленная готовая бы глыба бери не хочу она не взятая ну так интересно конечно вот тут альпинистом тут выше не знаю что они там ползают но юные наверно поэтому юных учат где пониже так идем дальше потихоньку а тут подъем пошел такой ну похоже какой-то ливень был ее просто наглухо размыло почти 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 ничего не осталось посмотрим что будет выше туда же уже он ветки плотину образовывали кучка а дальше просто тропиночка нормально ничего подъем конечно крутой сейчас пошел ну как бы все хорошо идем потихоньку тут мы стали задача у нас там скала впереди огромная высокая тут у нас тропинка резко резко вниз уходит и тут у нас прям рядышком сзади осталось ну выглядит как тропинка но по моему это водой размыло неизвестно если мы пойдем выйдем ли мы тут или нет но все же мы пойдем по тропинке если мы в скалу упремся да или в следующий раз мы попытку сделаем тем более сюда уже как на работу чем проблема куда-то мы вообще спустились непонятно тут такая впадина очень глубокая ну метров пяток где-то там скала да вот ее видно я надеюсь видно тут у нас вот такая ровная площадка прям как будто специально для отдыха сделано и тут у нас скалы и там у нас скалы свисают и мы пока не поймем куда идти там вверх я вижу забирались но это видать альпинисты скорее всего потому что отвесная скала без снаряжения туда все равно не забраться я вижу как бы где понимаю где смогу забраться где нет ну по крайней мере по крайней мере будучи молодым я мог сейчас я как бы хочу уверен что у меня где-то сил хватит закарабкаться тут камнепада бывают видать камни ну и посмотрите какая она ровная просто просто диву дается и никаких следов тут бурения ничего и она вот такая тоже слегка наискосок и практически можно сказать ровная просто обалдеть это он как выступ такой вот по выступу наверное можно там без снаряжения забраться сейчас мы с той стороны глянем стороны вот этого выступа ну да тут эту тему никак не обойдешь образование воды в скалах в горах и вот сочится прям скала водой ну в принципе да тут вот особенно вот потому небольшому выступу вот 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 идет там я думаю вполне можно туда забраться без проблем и без снаряжения ну я конечно этого сейчас делать не буду как бы мне это не надо ну да ощущение когда ты лезешь вот такие места он как был не я сразу тут раз залазил на горку пять пальцев у меня сразу вспомнил ощущение вот эти юности есть что-то такое в общем мы постояли подумали подумали у нас похоже тропинка идет вдоль дороги где-то она будет прыгать не сверх не сверх и где-то она где она сейчас я ее найду а вот она эта тропинка она вот тут идет а тут мы смотрим и выглядит вроде как едва едва хоже на я что то есть но среди скал подъем очень очень крутой ну и почему бы нам не попробовать но если что обратно вернемся если скала упремся до постройка горишь смысл смысле постройка ох ни фига себе это это очень странно на такой высоте как бы тут не провалиться еще куда-нибудь а там ничего нету ну как это как знаете навес типа шкафчика сетка да такая все сев такое сетка говорю наверное две дверцы было интересно король ну да там фиг откопаешь что-то было ну может быть тут это завалилась просто а тут была какая-нибудь такая ну что-то типа землянки а так скажем ладно пошел илья уже ускакал нити перевода гонять вот такая вот фигня попадаете да тут уже мы поднялись вот эта скала ну где-то до половины точно если не выше поднялись и продолжаем подъем слева у нас тоже скала илья куда-то забрался уже сейчас я его догоню это он за деревом вижу вижу не спрячешься не знаю камера передаст не передаст подъем оказался гораздо круче чем мы думали очень крутой прям подыхал очки бьет сильно более как бы не часто это делаешь где-то там в дебрях я уже задыхаюсь на звериную тропинку вышли а человеческая как оказалось тут в помине нету заросли дебри полный и подъем очень и очень крутой я уже думаю что там и много тропинок оставили но в принципе сколько раз мы сюда еще придем полные дебри подъем подъем у нас никак не заканчивается ё-моё что где-то выходим уже и я думал это уже не закончится никогда прям мы прям вперед да вроде там какой-то бугор вижу впереди ну ладно сейчас дойдем покажу жизнь просто наверное вы мое сердце слышите как пытается она из груди вырваться на такой крутой подъем просто жизнь вышли мы куда-то театру похоже в рабочую еще зону к этому новому уже театру я не знаю может быть ну в принципе такая гимнастика мощно это уже не гимнастика это уже спорт блин теперь нам надо отсюда с этой зоны еще выйти там есть выход хоть нет поэтому в рабочей зоне прям вот он этот театр будущий но это похоже парковка вы трехэтажная или неизвестно еще будут это же нет ну все мы идем на выход отсюда мы в рабочей зоне ах нет друзья это я слышал тут есть такая дорога ну как карусель кататься для детей я слышал что тут парковку строят вот это и есть парковка театр у нас там фиг его знает где короче сейчас мы пойдем я попутал ну как бы вижу стройка думал театр это оказался парковка ну да ты как раз мы срезали и вышли к въезду автомобили будут въезд он похоже тоже платный я так понимаю я тут на автомобиле мы были уже я уже знаю я уже даже не помню когда мы тут были вон там виднеется перевернутый дом ну да с парковкой тут выходные вы представляете сюда народ прет выходные дни просто толпами и вот это вот вся парковка тут машин то поставить сейчас еще немного и все негде будет ставить ну тут конечно ничего красивого не делают я уже показывал вот эти вот все физиономии для детей бы чего-нибудь красивая но это считается сказочно а вот что-нибудь красивенькое сделать прикольное это просто жизнь но вот с той стороны еще более-менее хотя бы самая волк сова орел ну вот такой домик раскололся ну для детей вообще горка вот сюда они по идее выезжают но сейчас закрыта ну конечно же мы снимем пару красивых кадров как это так сюда забрались на такую гору и ничего не показать красивого тут канатная дорога или какие там еще обозвали фуникулер по моему странное такое имя ну такое такое впечатление сейчас мне кабинка по башке стукнет но интересное ощущение так скажем но какая красота я прошлый раз тут уже заползал вот к этому непонятному зелененькому столбику старчащие из него железкой а сверху что-то сделанный кружок под какой-то ключ что это вообще представление не имею ну а теперь смотрите как тут красиво просто и канатная дорога едет на меня вот смысле кабинка сейчас она меня просто задавит смотрите прям на всей скорости она на меня летит и и ну принципе тут еще наверное метра два где-то до меня но но красиво я вам скажу так сейчас другую сторону покажу вот так прямо снизу прикольно куда мы по той стороне этом самом низу на той стороне по ущелью с михаилом проходили где-то там тоже ролик есть вот на этом плейлисте там первый плейлист как заходите на канал и пришел в названии запутался столько плейлистов понаделал но как бы все равно это в поисках я считаю помогает не хочешь одну тему смотреть смотри другую архитектура германии интерес и архитектура интересная в германии по моему креатив камон плейлист потому что эти все видео делаю креатив камон кто хочет может скачать и себе поставить если что-то интересно или для работы может какие-то интересные сюжеты увидел взял и без ограничений по времени вот эти до 10 секунд они так меня напрягали сколько предупреждений из-за этого получил но смотрите как тут красиво прекрасно погода солнечное небо чистое такая вот но если посмотреть далеко вот сторону туда в сторону хальберстата где-то он там фиг его знает где там такая дымка есть ну прям по горизонту ну наверное испарение такое хорошее идет потому что буквально позавчера так вчера или вчера ночью дождь прошел хороший естественно сейчас солнечная погода и так хорошенько припекает так идем мы дальше но скажу вам что тут не собирать вот мы сидим смотрим отдыхаем и наблюдаем за кабинками вниз едут почти все пустые а наверх едут почти практически все полные и в общем то вы представляете сколько сейчас тут людей а плюс еще много сколько на машинах приехали там парковка уже практически полная а время а сколько время у нас сейчас мы посмотрим время время без 10 12 то есть наш подъем занял два часа ничего так у нас сегодня подъемчик а очень странно сейчас было я начал запись уже много рассказал какой-то глюк произошел камера просто раз выключилась и того что я уже рассказал этого просто раз нет вообще видео я зашел в галерею посмотрел нету его просто интересно так о чем я рассказывал теперь надо все вспомнить в общем пришли мы сюда померили тут нет шли мы там по ущелью ощущения были прекрасные просто шикарные как поднялись туда вот там вот это место ведущей матери поднялись туда ощущения сильно изменились мы почувствовали ну как бы какую-то тяжесть потом я дал или пулю потрогать он потрогал прохладная прохладная при отдал ему под футболкой меня потрогать сравнить чтоб какая у меня кожа и какая пулька разница довольно ощутимая было в общем процесс пока еще не пошел в нашу пользу на данном месте прош предыдущие когда мы тут ловили моменты энергия поперла я не знаю по каким причинам но пару раз мы тут точно крылья у нас вырастали и нам хотелось летать сегодня этого нету ну прибор в принципе это подтвердил он даже еще хуже показывает чем предыдущий раз идет вверх да но вот у или там максимум было что-то я не помню там ниже 20 у меня примерно то же самое все так ну я надеюсь конечно что я хочу за шесть дней за шесть недель другой разговор тогда мы будем о чем-то уже думать и говорить это шесть дней это вообще ни о чем возможно процесс пойдет когда не знаю мы тут с другом говорили на тему от острогор там ролик выкладывал последний и как бы вот это гаваха сборная система и сброс и там в результате отходы нефти и вот этого ну как бы да это очень интересно и если так вдуматься подумать вот в начале прошлого века нас направили по направлению использования в основном этих ресурсов нефти и прочее нехорошие ерунды которая ну как бы нам пользы не прибавляют никак хотя технологии то есть другие более чистые сейчас речь не о нем не об этом и тут как бы мысль она сама он действительно приходит вот чтобы не было перенакопление вот это вот сброса от гаваха вот этой так называемой нефти нас привели к тому чтобы мы ее использовали и такое запустили круговорот в природе в общем то берут вот эту энергию ее перерабатывают потом получается результате вот это нефти прочее там газ да и потом мы же опять вот это же так скажем ну назовем так нежно дерьмо опять же используем и опять же выделяем вот эту энергию и вот такой вот круговорот в природе но сейчас мы пойдем все обратно и наверное где-то мы попробуем поближе спуститься посмотрим тропинки чтобы там в ущелье немножко побольше побыть и чтобы домой ехать уже с очень хорошими приятными ощущениями потому что в данный момент тут нету их просто вот нету вообще такой минимум это ну и ощущение это наверное вот приблизилась к тому как мы с Михаилом вот по этому склону где-то мы там внизу подымались подымались очень круто было и походили там в этот сходили еще в зоопарк и потом приехали такие разбитые в общем поэтому ну пока будем так пользоваться знаем где вот там есть похоже в ущелье явная позитивная энергия хорошая тут пока она видать не знаю по каким причинам но что-то опять не работает ну будем наблюдать я думаю мы тут еще не последний раз красота какая посмотрите только вот когда смотришь глаз радуется приятно на самом деле скалы деревья там кабинки катаются там на той стороне домик вообще прикольно вот тут почему-то на башне лавочки не сделали ну наверное не знаю вот у меня сейчас камера не перестала записывать причем то что даже рассказал просто исчезла ну ладно сейчас я возьму приборчик еще тут померю ради прикола потом расскажу друзья по моим ощущениям все равно тут энергия видать когда-то пробивается вот посмотрите вокруг одни молодые дубы одни видно что их тут не высаживали но я предположение илья по моему говорил один раз но если только с вертолета прилетели просто высыпали они растут как попало поэтому ну в общем поднялся я в башню то блин мультиметр забыл ну и там снимать 1 да и снимать лишний раз уже смысла нету кто верит тот верит не верит не верит не надо значит в общем беру где-то 40-30 мили вольт и падает туда до 10 до 15 так попробовал и последний раз уже когда попробовал я просто на себе это по ощущениям я чувствовал что мне как бы немножко нехорошо становится явно сейчас тут идет такой перелом может быть даже я не знаю как это назвать но явно тут мы ничего сейчас не получаем поэтому мы пойдем вниз в ущелье немножко приподнимемся там недалеко есть лавочка там сядем посидим и тут у меня вчера еще появилась хорошая идея но голова дрявая блин немножко и как бы забыл я с утра взять этот с собой давление мерить приборчик и померить допустим машине потом день на полпути потом наверху померить спуститься и еще раз померить ну думаю тоже как бы это будет интересно ну по крайней мере мне будет интересно вам не знаю все мы идем потихоньку на спуск место конечно тут прекрасная я надеюсь она возродится в ближайшем будущем хотя и за другие люди которые и делают другие вещи ну посмотрим посмотрим такая шапочка грибницы какой то я не знаю что это за грибы саня полез мыться красота то какая я сейчас сниму я сниму эту красоту я сниму эту красоту сейчас мы парня купать будем мы смываем себя наверное мы хапнули немножко походу сейчас мы все смоем вот это вот хорошо вот сейчас будет освещение классный ну в общем друзья шли мы на обратном пути почувствовал прям шея заболела представляете ощущение в общем не очень хорошие поэтому мы поднялись снова по вот этому ущелью немного сюда наверх не знаю сколько мы тут прошли но не очень далеко вот до первого фонтанчика там еще один следующий деле начале ролика полоскался ну в общем то решили смыть себя все это дело ну сейчас ощущение я вам скажу я оживаю так скажем тебе так но в принципе да не мне и так хорошо я в принципе хорошо намочился хорошо а я бываю тоже иногда глазастый уже вроде попрощался но это я сотру прощание стропинки издалека увидел какая-то расщелина или я уже туда зашел я пока достал камеру ну или правильнее сказать телефон оба подожди илья у меня фонарик есть а кончилось я думал она глубокая я думал она глубокая а ну-ка выйди я посмотрю как там вода исходит источает ну да тут вода прям он все мокра непонятно вроде выглядит как выдолблено что ли хотя вроде следов не знаю конечно можно было тут следы от каких-то инструментов но образование что-то не очень похоже да может и выдолбили кто его знает ножка анти расщелина небольшая была кто-то тут продолбил для чего-то прятаться тут может во время войны например что не хорошо можно прятаться вот и все посмотрели маленькую пещерку и идем дальше обратно но на этом теперь наверное пожалуй точно все нам хорошо всем удачи и счастья здоровья пока надеюсь вам тоже хорошо а